Значит, E-Lama не заменяет интерфейсы Яндекс.Директа для Google Word. Это бесплатное дополнение к контекстной рекламе. То есть рекламодатель, который работает в E-Lama, у меня есть логин и пароль в E-Lama, а есть логин и пароль в Яндекс.Директ, логин и пароль в Google Word. То есть вы в любой момент можете зайти в каждую из систем, как обычный пользователь, и сделать все те же самые операции, как будто вы не пользовались E-Lama. А можете зайти в интерфейс E-Lama и сделать некоторые вещи быстрее и удобнее. Разница с Бегуном. Бегуна один интерфейс просто транслирует объявления в Яндекс.Директ и в Google Word. Вы не сможете... Яндекс выпустил какую-то новую щичу, новую возможность. Вы не сможете ей воспользоваться из интерфейса Бегуна, потому что Яндекс ее выпустит, она будет доступна для E-Lama. И-Lama все, соответственно, гораздо разрачнее. То есть фактически... Сейчас еще проговорю, может, что-то другого равно. Смотрите. Чем вынужден заниматься рекламодатель, работая с тремя системами? Выбирать запросы, оставать объявления, запускать рекламные кампании, настраивать ставки, смотреть отчетность и даже, собственно, поддерживать бухгалтерику в три договора с тремя разными системами. Все эти действия проводить по отдельности. Значит, если работает через E-Lama, получается следующее, что... Ну, вот вопрос о создании и запуске рекламных кампаний автоматизирован. Значит, работа идет по единому договору, единой бухгалтерии, есть дополнительный инструмент для автоматического управления ставками. Значит, собственно, расшифровка вот этого тезиса про бесплатное дополнение к сервису контекстной рекламы для повышения эффективности. Значит, почему бесплатно? E-Lama не берет на оценки с рекламодателя. То есть, по сути, все деньги, которые рекламодатель выполняет на расчет E-Lama, с точностью до копейки попадают в Яндекс.Директ. Бегун про Google AdWords сейчас расскажу. Там есть нюансы, которые стоит обсудить. Значит, точно так же транслируются все скидки из Яндекса за объем. Ну, то есть, фактически, единственное ограничение, которое есть у рекламодателя, работающего через E-Lama, по сравнению с теми, кто напрямую работать сделал, это то, что рекламодатель, работающий через E-Lama, не может оплатить прямо на Яндексе, не может оплатить прямо на Google AdWords. Он должен сначала пополнить счет E-Lama, а потом перевести деньги. Но это ограничение, оно, скорее, со знаком плюс, потому что по одному договору со мной бухгалтери работать удобней, а самое главное появляется еще такой момент, что можно переводить деньги с Яндекса на Бегун, с Кубина на Яндекс. У вас деньги на Яндексе закончились, подменения остались, заявку менеджеру пишите им, звоните, и вам менеджер с Кубина на Яндекс перейдет. Понятно, что работать с системой по отдельности это физически невозможно. Значит, Google AdWords. Google AdWords по умолчанию реализован экспорт. То есть в Яндексе Бегун и E-Lama практически полностью интегрированы. Google AdWords реализован экспорт, и по умолчанию оплаты в Google в E-Lama отключены. В принципе, вы можете пользоваться всем сервисом, экспортировать в Google, платить в Google напрямую. Но это все равно удобнее, чем работать с каждой системой по отдельности. Некоторые вещи получается сделать быстрее. То есть если вы захотите, чтобы вам отключили оплату в Google, то конкретно на оплату в Google E-Lama будет брать 5% за переводы. Но это опция необязательная, и соответственно по умолчанию весь сервис бесплатно получается. Кто те люди, которые платят 5% и подключают Google? Ну, у Google есть довольно такая большая проблема. Это как раз бухгалтерия. То есть в принципе квартал может закончиться, а закрывающий документ через 2 месяца будет ждать. Я вообще не знаю, как они работают в России. Но есть такая проблема некоторым. Проще собственно, словно говоря, оплатить 5%. И тогда получается, что вся головная поля, это работа с Google, это наша проблема. А для рекламодателя закрывающий документ делает E-Lama и там все получается четко и нормально. Значит, собственно, опять же, про прозрачность с другой стороны. Как это все происходит? Значит, рекламодатель, который регистрируется в E-Lama прямо на сайте, получает вагин и пароль в E-Lama, вагин и пароль в Яндекс.Директ, вагин и пароль в Google. Ну, в Google, соответственно, можно относиться со своими вагинами и паролями. Если уже есть рекламная кампания, мы положим в том же Яндексе. Значит, этот вариант попробовать очень-очень-очень простой. Просто делается заявка. Даже не нужны пароли, нужен только ваш вагин в Яндексе. Мы официально через Яндекс делаем копию в E-Lama. С этого момента ваша кампания появляется в E-Lama, вы можете попробовать поработать. Если вам что-то не нравится, зеленый цвет вам не нравится нашего логотипа, вы просто возвращаетесь к своей старой кампании, которая у вас есть в Яндексе, с ней ничего не изменилось, она никогда не делала. Соответственно, попробовать довольно просто. Ну, давайте переходим, собственно, к основной теме. Перед этим, есть ли вопросы? Понятно, поневажно я сказал? Слышите, не забуду. Говорит, это ваш создание? Да, это сервис, разработанный нами. Мы всегда сейчас объявляем директор проекта. Такой вопрос, у вас есть там генератор автоматический? Есть по базе товаров. Я прямо расскажу. В связи с вами, интернет-магазин. Расскажу. Расценки же у нас такие же как Windows. Смотрите, в EWAM, вот сам сервис предоставляется бесплатно, а всеми деньгами вы распоряжаетесь, то есть там те же ставки настраиваете и так далее, прямо в интерфейсе самих систем. То есть EWAM фактически, она не отвечает за ваши деньги. Для вас, как для рекламодателя, ничего не меняется. Мы живем за счет комиссии. То есть в глазах сервисов контекста. Хороший вопрос, спасибо. То есть мы зарабатываем не на наценки с рекламодателя, а мы зарабатываем на комиссии, которые на платке Яндекс.Директ и Бигун. В их глазах большое виртуальное агентство, которое, соответственно, привлекает рекламодателей, работает с рекламодателем, помогает им делать свои компании лучше, за это мы получаем комиссию от Яндекса и от Бигуна. А это позволяет нам развивать сервис и делать дополнительные инструменты, которые мы просто уже предоставляем бесплатно. А сколько это на рынке подлило вам? EWAM запустилась в апреле 2009 года. В 2009 году вы можете по интернету посмотреть. Мы собрали очень много разных призов. Там первое место на BitOnline, первое место на NevaCamp, финал WebReady. По всем призвизам десятки лучших стартапов 2009 года вошли. Сейчас уже полноценный бизнес. То есть это в настоящий момент больше 500 рекламодателей. И у нас программит на рост где-то 20-40% в месяц. Сервис публичный. В интернете очень много информации. А партнерский программ? Есть, значит, если говорить про сервисы для агентств. Есть причем несколько вариантов. Можно стать фактически субагентством EWAM. Тоже получать такую комиссию, но чуть-чуть меньше, чем в Яндексе и в Мирмене. Есть несколько крупных агентств. Вы в настоящий момент введите клименты, но такая практика уже есть, которые не хотят пропускать бюджеты через EWAM, становиться субагентствами. Они работают по модели SaaS. Они платят оппонентскую плату 15 тысяч в месяц. И, соответственно, получают все возможности сервиса, но уже для своих клиентов. И есть еще партнерская программа по приводу клиентов. У нас несколько партнеров, которых лично является ресейтером. То есть они только приводят каких-то клиентов, получают свою комиссию за это. Давайте, наверное, если вопрос при Вами возьмут. Давайте. Документ оборот. Есть ли деятельность, связанная с инстанцированной мобильной деятельностью, медицинской и строительной бюджетной, а также с инстанцированной. Как используется документ оборот? Мы сами разговариваем с Яндексом. Нет, нет. Значит, смотрите. Вообще, E-LAM это не только автоматизированный сервис. Это сервис еще и с творическим лицом. У нас есть наши менеджеры, которые в любой момент... То есть, в принципе, вы вроде как всю рекламную кампанию делаете сами, но вы в любой момент можете позвонить, и вас проконсультируют не только по работе E-LAM, но и по работе с Яндекс Директом, с Google AdWords. Соответственно, если у вас возникают какие-то сложности, то эти сложности между Яндексом и Google AdWords тоже решаем мы. То есть, условно говоря, бывают ситуации, когда модерацию не проходят те вещи, которые должны приходиться. В случае, опять же, если вы работаете напрямую, то это ваша головная боль, вас никогда не с ядком с модератором напрямую. Если, соответственно, вы работаете через E-LAM, это уже наша головная боль, а у нас есть персональный менеджер в Яндексе, и мы там некоторые вопросы решаем оперативнее, и там больше вопросов решаются. То есть, есть еще, соответственно, вариант. Давайте, наверное, одну фразу еще скажу, и отвинемся дальше. Значит, я все рассказываю про E-LAM как сервис, 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 когда самостоятельная работа. На самом деле, есть исключение. У нас есть часть клиентов, которые находятся на индивидуальном обслуживании, собственно, когда фактически E-LAM работает как агентство. Ну, то есть, наши менеджеры там подбирают запросы, наши менеджеры делают объявления, там каждый шаг согласовывает с клиентом, управлены ставками, отчетность и так далее. Ну, классическое агентство. Значит, в этом случае E-LAM берет комиссию за обслуживание от 6 до 20 тысяч в зависимости, там, в месяц, в зависимости от сложности и оборотов компании. Но, значит, я хотела довольно часто пользоваться. Это индивидуальное обслуживание, оно не обязательно, естественно, и, собственно, в любой момент можно его прекратить. То есть, фактически, часто ее используют как постановку на лыжи. То есть, условно говоря, клиент встает на индивидуальное обслуживание там на 1-2-3 месяца, ему за это время отстраивают там идеальную компанию, отрабатывают ее, при этом у клиента остаются все доступы в систему. То есть, с ним согласовывается каждый шаг, он видит, что происходит, он видит, как тратится его деньги. В какой-то момент, когда он понимает, что, собственно, больше не нуждается в дальнейшем настройке, то все, спасибо. Дальше я сам, соответственно, с следующего месяца для индивидуального обслуживания не платит, продолжает работать как самостоятельный рекламодатель, где там стоишь, что до копейки все падает на систему. Сейчас, извиняюсь, я открою бутылку и все. Вот, если все бутылки подбирают, почему? Половатно, как любите, а вот это подбирают. Да, смотрите, тоже хороший вопрос. Значит, вообще-то про рынок, да? Сейчас будет бум. Сейчас будет огромное количество, как бы, разных сервисов по автоматизации, потому что полгода назад где-то с 2009 года запустилась в открытый доступ, а разработки там ведутся еще с 2008. У нас, собственно, были отдельные договоренности с Яндексом, поэтому мы так и работаем. Где-то полгода назад API, возможность разрабатывать свои наработки под Яндекс Дилект, стала доступна всем, то есть любому рекламодателю. Вы вообще, как рекламодатель, можете там прямо через интерфейс получить API и писать какие-то свои, как бы, скрипты. Поэтому, ну, плохо то агентство, которое сейчас занимается автоматизацией, в ближайшие полгода-год, будет огромное-огромное-огромное количество разных сервисов. Значит, принципиальное различие сервисов, я считаю, в, ну, давайте так попробую, в диалоге, смотрите, E-Lama, еще раз, она не заменяет интерфейсы, а она их дополняет, да? На любой момент можете сделать то, что нужно. Например, вот Семпульт, есть там другие еще сервисы, они закладывают какую-то идеологию, значит, и если вы с этой идеологией соглашаетесь, ну, то есть, она для вас понятна, прозрачна, удобна, то значит супер. Вы работаете ровно по ней, но вы не увидите того, что происходит внутри системы, вы не сможете воспользоваться какими-то детальными там опциями, там, возможности Яндекса, там, Директа в классическом, как бы, понимании. Ну, если вас идеология устраивает, то, как бы, вперед. Понятно, да? Некая разница. Значит, соответственно, концептуально, в всем пульте есть такие замечательные вещи, как то, что вы сказали, там, автоматический подбор объявлений и так далее. Ивама нет. То есть, Ивама – это инструмент, в котором вы должны работать самостоятельно, думать самостоятельно, а система вам, собственно, не будет. Я не знаю, что этот инструмент не представляется. Подбора объявлений нет. Ответил вашу вопросу. Так, ну, давайте, собственно, двинемся дальше и поговорим про эти практики, которые, собственно, можно использовать. Значит, основная цель, ну, и польза от нашего сегодняшнего мероприятия – это рассмотреть те примеры, те вещи, собственно, реальные, как можно быстрее заменьшить деньги и привлекать больше целевых посетителей. Значит, соответственно, те показатели, о которых мы будем говорить. В первую очередь, стоимость привлечения целевого посетителя, то есть, собственно, поскольку нам обходится реальный наш пользователь, и как этот показатель уменьшит. Значит, здесь, наверное, маленькая ремарка важной. Нюанс, что иногда встречалась в такой ситуации, когда клиент приходит, обращается в какое-то агентство, значит, задача повысить эффективность контекстной рекламы. Агентство хорошее, специалисты классные, они работают, работают, работают. В какой-то момент клиент в ужасе хватается за голову, и что же мы нам сделали? Мы нам увеличили бюджет на пару раз. Какое же повышение эффективности, да, если мы стали потратить денег в полтора раза больше? На самом деле повышение эффективности есть, потому что с точки зрения задачи менеджера, специалиста в контекстной рекламе, его первая задача – это уменьшить стоимость целевого посетителя. А вторая задача – сделать их как можно больше. И в действительности, ну таких целевых, да, не просто больше трафика, целевых. Соответственно, в действительности может происходить приблизительно следующее. Предположим, компания тратила 60 тысяч в месяц, обратилась 60 тысяч в месяц, и, предположим, посетитель обходился в среднем 10 рублей. Они обратились в агентство, агентство добилось того, что посетитель стал обходиться в 5 рублей, но они это количество увеличили в 4 раза. В сумме, суммарный бюджет как бы увеличился, да, но в действительности это будет уже новая оптимизированная компания, потому что посетителей будет больше, а обходиться они будут дешевле. Ну, собственно, с этим тезисом, наверное, окончу, но я буду оперировать именно не бюджет всей рекламной компании, а с правильным показателем, будем работать, собственно, с тем, поскольку нам будет обходиться посетителем, и с кликами, то есть, собственно, стер, это отношение кликов показано, у нас стер 4%, это значит, что из 100 посмотревших четверо кликают. Значит, ну, естественно, такой важный момент, это как то время, которое мы тратим на работу с контентом.